Добрый день! Меня зовут Шуров Василий Александрович, я врач-психиатр-нарколог, психотерапевт. Более 15 лет я помогаю людям с различными психическими заболеваниями. Тема сегодняшнего разговора – деменция. Деменция – это приобретенное слабоумие. Как альтернатива врожденная слабоумие, олигофрения, когда человек уже рождается с поврежденным, недоразвитым мозгом и собственно всю жизнь как-то пытается приспособиться к окружающей среде. Когда речь идет о деменции, это возрастной процесс, раньше еще назывался старческий маразм, старческая слабоумие, хотя сейчас в связи с употреблением наркотиков это все сильно помолодело, и алкоголя в том числе и неконтролируемого. Но тем не менее 60% деменции – это болезнь Альцгеймера, это заболевание возрастное, начинающееся после 60-70 лет, связанное с дегенерацией коры. Первая функция, которая выпадает – это память. Человек начинает забывать. Вначале страдает краткосрочная память, потом долгосрочная, вплоть до того, что люди забывают, как их зовут, сколько им лет, разучиваются делать обычные привычные бытовые действия, в связи с чем становятся недееспособными и требующими специального ухода. Ну и как исход – полный распад личности, полная инвалидность, или дом-интернат, или постоянная сиделка. В общем, состояние крайне неприятное, приводящее к медленной дегенерации, к медленному снижению интеллекта и заканчивающейся инвалидностью. Какие заболевания сопровождаются деменцией? На первом месте – это, конечно, болезнь Альцгеймера. Нарушение в корковом слое мозгового вещества, она наиболее наглядна, быстро разрушает личность, приводит к тяжелой инвалидности. Толком лечения от этого болезни нету, лечение симптоматическое. Человек очень быстро становится нуждающимся в сиделке, в постоянном уходе. Ну и в конечном периоде этой болезни люди просто погибают от сопутствующих инфекций. Еще можно отметить сосудистую деменцию. Это длительно нелеченная гипертоническая болезнь или тяжелое течение гипертонической болезни, атеросклероз. Она является смешанного генеза. И подкорковые структуры страдают, и корковые. Точно так же выпадает память. В силу того, что инсульты могут случаться в разных областях, у кого-то речь нарушается, у кого-то двигательная активность. Ну и сходом является постепенно нарастающая слабоумие, утрата функций, утрата памяти. Это состояние очень неприятное для родственников, потому что все помнят, какой был замечательный родственник, уважаемый, всех растил, воспитывал. И вдруг выясняется, что у него нарушается память, он заговаривается, он разговаривает с давно умершими людьми, он теряет документы, теряет ключи, легко отдает деньги незнакомым людям, может открыть газовую конфорку, не зажечь ее, может там вывалиться в окно. То есть нуждается в постоянном контроле, и у людей возникает недоумение, беспомощность, что делать. Выход всегда один, начинать с консультации психиатра, дальше уже вопрос решается о лечении, о каких-то дополнительных методах обследования, понимании, что происходит. Важно не опускать руки, сразу обращаться. Так какие же симптомы у деменции? Интеллект выполняет разнообразнейшие функции в нашем организме, поэтому любые нарушения проявляются нарушением социальной адаптации, изменением поведения, изменением личностных черт. Первые наиболее бросающиеся в глаза изменения – это нарушение памяти. Человек забывает, где он что оставил, забывает свои планы на день, забывает, как зовут родственников, в запущенных случаях, вплоть до того, что забывает, как пользоваться вилкой и ложкой, ключом. Нарушается письменная речь, нарушается устная речь, он начинает просто повторять за людьми слова. Или человек вынужден прикрывать вымышленными воспоминаниями. Он либо вспоминает события, которые были раньше, и как будто они были вчера, или просто выдуманные истории, которые он, может, из книг почерпнул или по телевизору увидел, и начинает их приписывать себе, как будто они происходили у него в жизни. И, естественно, у окружающих это вызывает реакцию недоумения. Люди начинают думать, что человек просто элементарно сошел с ума. Хотя в основе этого лежит всего лишь нарушение памяти. Заостряются личностные черты. Если человек был бережлив, он становится скуп. Если человек имел жестокий характер, он становится агрессивен, может на кого-то напасть. Ну, я думаю, вы все таких пожилых людей знаете, которые без нужды оскорбляют, могут спылить. Говорят, что вот вокруг все люди крайне недостойные, а в их времена все было гораздо лучше. То есть они постоянно конфликтуют, постоянно обвиняют окружающих, что те у них деньги украли или еду. Хотя на самом деле просто сами это все многократно перепрятывают и в итоге уже забывают, где что лежит. Ну и конечным итогом является полный распад личности, что человек может уйти из дома. Вот часто наблюдаются, ищут этих стариков. Ушел из дома и все, забыл, откуда он ушел. Они очень часто, эти люди становятся жертвами различных мошенников, которые там им продают вещи за большие деньги или просто их обкрадывают под видом социальных работников. Если это старик одинокий, он вообще может потерять жилье. Очень просто, потому что они, с одной стороны, становятся подозрительными, а в каких-то моментах очень доверчивыми и склонными совершать глупые действия. И везде стержневым симптомом проходит отсутствие критики. Человек не замечает, что у него нарушилась память, что у него нарушился интеллект. Он все время пытается приспособиться к этим выпавшим функциям. Все время вот ему кажется, что это окружающие стали какие-то не такие, а с ним все нормально. Это его тоже дополнительно раздражает, создает дополнительную почву для конфликтов. В общем, человек становится невыносимым. Он не приспособлен в быту, у него нарушаются все функции. Он не то, что не может работать, его даже уже нельзя дома оставить. И вместе с тем у него какие-то завышенные требования к окружающим. Он ведет себя агрессивно, он может без нужды оскорблять. Причем даже любимых родственников, которым он раньше слова плохого не мог сказать, могут быть прям тяжелые вспышки агрессии, вплоть до драк. И надо понимать, что это не то, что у него характер испортился, это просто болезненные симптомы, проявления именно старческого слабоумия, деменции. К этому надо относиться с пониманием и обязательно приходить на консультацию к психиатру. Какие существуют степени деменции? В зависимости от того, насколько нарушаются интеллектуальные функции, существует несколько степеней тяжести деменции. Начинается все с легкой степени, когда нарушается память, где-то нарушается счет, еще что-то. Но человек, в общем, он в быту приспособлен. Такого человека, что называется, можно оставить дома, он может пользоваться бытовыми приборами, он закроет за собой дверь. Хотя понятно, что уже какие-то рабочие функции, какие-то сложные интеллектуальные функции он выполнять не может. Средняя степень подразумевает еще более грубый интеллектуальный дефект. Здесь уже за таким человеком надо приглядывать, он ограниченно дееспособен. Он может совершить криминальную сделку, отдать свои деньги. Здесь уже требуется... Человек не может жить отдельно. С ним должен быть родственник или сиделка. Ну и тяжелая степень деменции — это полный распад личности, тяжелая инвалидность. Тут уже человек даже сам себя обслуживать не может. Это постоянная сиделка. Ему готовят, его, что называется, кормят с ложечки. Он уже зачастую никого не узнает. Полувегетативное состояние. То есть покушать, поспать, какие-то примитивные функции сохраняются. Вся остальная интеллектуальная деятельность грубо нарушена. Как осуществляется лечение старческой деменции? Если возникли проблемы, которые я описал, вы должны позвонить в нашу диспетчерскую службу. Диспетчер очень подробно спросит всю информацию, что случилось. Возможно ли визит к нам в клинику или нужно, чтобы психиатр приехал на дом? Это, как правило, специалисты геронта, психиатры. То есть психиатры, владеющие методами лечения пожилых людей. Там очень много нюансов по терапии, по препаратам, по дозировкам. На месте человек собирает анамнез пациента в том объеме, в каком это возможно, обследует его. Отдельно разговаривает с родственниками. Назначает необходимые дополнительные обследования, если они нужны. Потому что деменция – это не всегда какая-то конкретная причина, вроде Альцгеймера или паркинсонизма. Часто это сочетанная патология. Допустим, длительно нелеченная гипертония или перенесенный неудачный инсульт, спровоцировавший нарушение интеллекта. Поэтому после обследования подбирается индивидуальное лечение, которое направлено именно на причину. Это одна часть лечения. И вторая часть лечения – симптоматические препараты, улучшающие метаболизм мозга, улучшающие память, улучшающие внимание, каким-то образом влияющие на двигательные функции. Я не буду называть конкретных групп препаратов, потому что речь идет о пожилых пациентах. Зачастую это достаточно длительная и дорогая терапия, поэтому в каждом отдельном случае все подбирается индивидуально специалистам. Специалисты это корректируют. Целиком вылечить это заболевание невозможно. Можно сильно затормозить его прогрессирование, можно компенсировать некоторые дефекты, сделать человека более адекватным. Но это все длительная направленная работа специалиста. Как же предотвратить деменцию? Есть ряд исследований, указывающих на то, что люди, занимающиеся интеллектуальной деятельностью, меньше подвержены деменции. Поэтому основным профилактическим средством является загрузка мозга, тренировка памяти, чтение, игры различные, интеллектуальные. Если у кого есть предрасположенность, которая выражается в том, что подобные вещи случились у родственников, они могут осуществлять профилактический прием определенных препаратов, улучшающих метаболизм мозга. Если речь идет о гипертонии, то нужно ее своевременно лечить, чтобы не было осложнений. Ряд соматических патологий, вылеченные вовремя, позволяют избежать деменции. Те же самые наркотические зависимости, алкоголизм, если он не дошел до третьей стадии, он не вызовет алкогольной болезни мозга, исходом которой является деменция. Поэтому осуществлять гигиену работы мозга, интеллектуально себя нагружать, если есть предрасположенность, применять различные профилактические препараты, ну и быть очень внимательным к себе при первых же симптомах, обращаться к специалистам и осуществлять своевременную диагностику и лечение. Если у вас остались вопросы по теме деменция, звоните на нашу круглосуточную горячую линию, мы обязательно вам поможем. Данное видео снято для сайта странапротивнаркотиков.ру